Простое число, мы не будем рассматривать двойку, давайте b больше 2 по некоторым причинам И, собственно, наш объект это остатки отделения по модулю p, то есть это множество от нуля до b-1 Оно обозначается z в bz или zp, иногда я буду описываться и говорить, что это bfp Это все одно и то же, для нас правильнее сегодня, так вот, это означает нюанс Это, значит, остатки по модулю p, на этом множестве есть стандартные операции, умножение и сложение Если x, y принадлежит zp, то, значит, результат это, мы берем обычное умножение x и y, а потом берем остаток по модулю p Остаток, ну, например, p13, x25, y6, 1 Так, хорошо, вот у нас вот это множество остатков от нуля до p-1 И в этом множестве есть замечательное подможество, а именно квадрат Давайте пример разберем, значит, p равно 13 Давайте посмотрим, какие числа от нуля до 12 являются квадратами, а какие не являются Ну, 0 это, так сказать, вроде квадрат, да, потому что 0 в квадрате равно 0 0 это будет отдельное число Дальше давайте вот как записывать квадраты Возьмем единицу в квадрате, да, мы видим, что это 1, то есть 1 это квадрат И минус единицу в квадрате Это, значит, у нас тоже, так сказать, дает ту же самую единицу, да Потом возьмем 2 в квадрате и минус 2 в квадрате Значит, 4 является квадрат 3 в квадрате, минус 3 в квадрате 4 в квадрате, да, 4 в квадрате, да, 4 в квадрате 5 в квадрате, 5 в квадрате Давайте выписывать, какие у нас получаются квадраты 2 в квадрате, 0, 1, значит, это 9, да, 4 сначала, 9, потом 14 в квадрате Это у нас 16, ну, по модулю 13 до 3, да Правильно? Вот один такой вот, 0, это будет такой вот слов Дальше у нас, ага, 25 в квадрате Это значит сколько? 25 в квадрате, это будет минус, это будет 12, правильно? Потому что 25, это 13, будет 12 Ага, ну давайте еще одну 6 минус 6 в квадрате, это 36, да, это 36, это 10, правильно? Вот, 7 в квадрате, 7 в квадрате Получается, что 7 в квадрате уже есть в нашем списке Вот, ну так, давайте подумаем, будет ли, например, тут 8 в квадрате и минус 8 в квадрате Тоже, тоже, конечно, будет Смотрите, что мы сделали Мы представили остатки отделения по модулю 13 не от 0 до 12 а вот списали в таком виде 0, 1, минус 1 2, минус 2 и так далее 6, да, где мы прервались 6, минус 6, да И это множество остатков мощности 13 совпадает с множеством остатков от 0 до 12, правильно? Я просто-напросто остатки записал не в таком вот, так последнее, а вот в таком виде и каждая из этих остатков возил в квадрате Ясно, что если у меня будет теперь еще какое-то число, то оно будет из этого списка и значит все остальные квадраты уже вычислены, правильно? Вот Ну, получается, вот в нашем, значит, случае, если опять же, так 0 мы учитываем, да у нас 6 квадратов А если П произвольное то также записывая числа от 0 до П-1 пополам и возводя каждую из этих чисел в квадрат мы видим, что поскольку x в квадрате и минус x в квадрате дает одно и то же число то квадратов П-1 пополам и еще вот этот 0 понятно, да? и так, значит, квадратов квадратов П-1 пополам что мы видим? более, что квадратов П-1 пополам да? и вроде бы непонятно, так сказать, как создать еще квадрат вот эти квадраты, вроде бы, все числа возвели, так сказать все эти два и вот мы их все время перечислили с квадратами ну, вот других квадратов и нет я так понимаю, это уже вам показали значит, квадрат П-1 пополам и еще вот этот вот несчастный 0 который нам будет мешать сегодня очень много вот хорошо значит, теперь просто обозначение значит, технологии квадраты в F-P или там Z-P называется вычки значит, квадраты это вычки квадраты квадратические квадратические квадраты вычки а не квадратные не квадратные не квадратные не квадратные числа не являющиеся квадратами это не очень вот для квадратов есть такое обозначение значит, R это вот множество всех квадратов да? вы поняли, что в большинстве F-P посадил сполам 0 не включает квадраты так сказать, по некоторым причинам получается, что все F-P есть квадраты 0 то есть вычеты 0 и еще множество не вычетов которые обозначают R это не очень есть очень удобная форма для того так сказать форма записи является число квадратов или нет это символ лежандра символ лежандра символ лежандра числа x x из нашего F-P обозначается вот так означать значит x-P это значит 1 если x минус 1 x не выжит и вот этот вот несчастный 0 дает третью атернативу нам значит если x равно будет на по на 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 в на